Всем привет, на связи SmokeFX и сегодня в этом видео я проведу свою торговлю на финансовом рынке с использованием технического анализа. Буду для вас все раскладывать по полочкам, разъяснять для вас логику движения цены, как говорится, от А до Я. Сегодня будет максимально годный обучающий контент. Вначале по старинке, ребята, девчонки, поднавалите сюда жизни, поставьте сюда лайкос, напишите комментоз, ведь сегодня будет просто-напросто пушечка. Итак, давайте с вами потихонечку приступать. Вначале сразу отмечу, что видео я записываю по вашему запросу. Буквально несколько минут назад я только скинул этот скриншот с видоса под... Под... Под видосом написали этот комментоз. Я скинул от вас сразу множество реакций. Я думаю, вообще клево, классно, раз такая реакция, давайте с вами делать ветер. И сразу вначале быстренько прогнозы, хелпер, все это по ссылке в описании. Сегодня я это использовать не буду, но знаете, где это все находится. Полетели. Евро, USD. Что ты от меня хочешь, дружочек? Здесь область сопротивления, потенциал движения на повышение. От этого минимума ключевая остановка происходила. Посмотри, здесь набился объем и движение на повышение. Вот такое вот оно у меня хорошее. А что ты хочешь здесь? Что ты хочешь сделать здесь? Скажи мне, евро, доллар. Мой дружочек, пирожочек, но только на английском, пожалуйста. В 84, здесь вход на понижение, сделка моя открыта. Теперь полностью для вас буду все разъяснять, как это все работает. Вкратце я провел анализ, сразу понял, что как только цена мне зашла в область сопротивления, от этой области я могу уже рассматривать вход на понижение. По одной простой причине. Во-первых, у меня есть объем на продажу внутри свечи. Соответственно, эта область сопротивления максимально ликвидная. Следующее. Посмотри на пиковые объемы. Вот здесь у меня был подход. Плюс-минус к этой области. По итогу, мои объемы все падают вниз. То есть, они движутся на ослабление и показывают мне слабость. Прямо сейчас, при подходе к данной области. До этого, кое-как хромая через силу, мой покупатель шел все выше, выше, выше. Сейчас он, по сути, дошел к своему максимуму. И смотрите, в чем здесь основной фактор, который указывает мне, что будет движение вниз. Это слабые объемы. Мой объем, чтобы произошло пробитие этой области, закрепление и дальнейшее движение на повышение, он должен быть, ну, как минимум, вот такой. Да, плюс-минус. У меня он значительно меньше, причем меньше, ну, на процентов так 35 уж точно. Это показывает слабость. Вот именно в данной свечке. И в то же время объемы на продажу показывают силу того, что эта область сопротивления, она действительно ликвидна. Именно поэтому вот мы открыли с вами на максимуме и уже происходит откатное движение на понижение. Так работает базовый технический анализ вместе с объемами. Ты находишь область, от которой ты потенциально можешь рассматривать вход в рынок. Далее ты находишь объемы внутри свечи, чтобы подтвердить тот факт, что эта область действительно является сильной. Дальше ты анализируешь объемы в нижней части графика и определяешь, в какую сторону вообще у тебя может пойти движение цены на графике, отталкиваясь от того, показывает ли твой объем в нижней части силу, либо слабость. В моем случае это однозначно слабость, так как объемы у меня понижаются, тем самым показывают слабость. Плюс здесь огромнейшая дивергенция наблюдается. Давайте смотреть. Достаточно жесткое откатное движение вниз. В принципе это ожидаемо. Сразу же пробития здесь у меня быть абсолютно не могло, потому что без компенсации такого жесткого пробития здесь у меня не может произойти. Поэтому откатное движение, фаза компенсации. Сейчас она может у меня плавно подходить к завершению, но я здесь зашел в рынок на достаточно хорошем таком уровне. Именно поэтому мы с вами видим хорошее движение вниз, без каких-либо таких погрешностей и сильных заходов на повышение. То есть по сути это и является максимумом. Цена у меня здесь немножечко подвигалась на повышение. Попытка, попытка и ее просто-напросто съел объем, который находился внутри этой области сопротивления. Откатное движение у меня может происходить к локальным остановкам. Плюс-минус раз, плюс-минус два, но область достаточно широкая. И вот такой вот провал у меня происходит 30 секунд до завершения. Ребята, стараюсь максимально плотно для вас все объяснять, чтобы вы все понимали. Если понимаете, вам такое нравится, лайкосы и комментосы на этот видос давайте ставить. Потому что в наше время, к сожалению, очень сложно найти, во-первых, и в принципе лицезреть реальную торговлю с полным сопровождением, отработкой. А не просто такую, знаешь, тупую нарезку, где там плюс-плюс-плюс-плюс. И вообще без объяснения. Здесь у нас плюс, но я думаю, что полное мое объяснение вам зашло. Ну что, летим с вами дальше. Отвратительная валютная пара. Почему? Объясняю здесь. Смотрите, какие огромные тени присутствуют. Для демонстрации мы, конечно, можем сюда зайти в рынок, но это будет что-то с чем-то. В любом случае, потому что очень повышенная волатильность. Вот почему на всех свечках. Тень вниз, тень вверх. Маленькая свечка, тень вверх, тень вниз. Ну, в общем, здесь очень высокая волатильность. На пробитие ты заходишь, по итогу ты получаешь вот такое вот откатное движение. Ну, после откатного движения можно еще зайти на понижение. Но сейчас все уже полностью происходит пробитие. Отработать на повышение отсюда. Либо пробитие произойдет и отсюда уже смотреть. Давайте на повышение. Давайте на повышение. Потому что вниз оно уже упало. Здесь будет один основной вход. Давайте на полтосик мы с вами его сделаем. Второй вход 68%. Давайте 130% на случай перекрытия. Объясняю вам здесь полностью логику со стороны технического анализа. У нас есть две области сопротивления. От этой области происходит движение на понижение. Где-то вот в этой части, вот в этой, моя цена ушла в боковое движение. Здесь набивался объем. По итогу пробитие. Дальше мы получаем большое количество откатов. Это говорит о том, что движение на понижение у меня нестабильное. И здесь по всем котировочкам присутствует покупатель. Дальше в нижней части графика объем понижается. То есть указывает на слабость данного движения на понижение. Но из-за повышенной волатильности резкие импульсы как на понижение, так и на повышение. Здесь у меня происходили. Я нашел объем внутри свечи парня и девчонки. И открылся на повышение. Вот так вот это все у нас сегодня работает. Ну достаточно сильный рывок. Но опять же здесь загадывать, что до конца все будет просто так шикарно. Это очень сложно. По причине того, что импульсные движения могут происходить в любой промежуток времени. Абсолютно в любую сторону. Здесь это прекрасно видно было до этого. Потому что на данной свечке, на открытии было движение на повышение. По итогу откат на 100% и движение в противоположную сторону. Но здесь мы объемы идут на спад. Поэтому раз объемы идут на спад. Высокая вероятность того, что от локальной остановки, если кто не понял. Вот она у меня происходила. Накопление объема, остановка, остановка. Здесь есть объем на повышение. Мы его увидели внутри свечи, определили слабость движения вниз и вход на повышение. Вот такая вот у нас логика здесь присутствует. Валютные пары нужно подбирать не просто исходя из того, что ты смотришь и думаешь, блин, такая красивая. Нет, вы должны смотреть на области и на объемы. В нижней части очень много информации. Если кто-то еще не умеет вдруг их анализировать. У меня на канале есть много видео с анализом, прям отдельно. Они так и называются вертикальные объемы. Обязательно посмотрите. Все на YouTube канале. Они в каких-то закрытых курсах. Полторы минуты до завершения. Ну, сейчас все супер. Все, движение на повышение происходит. Несмотря на то, что на открытии был объем на продажу. Ну, был и получается всплыл. Правильно? Правильно. Вот эти огромные тени в нижней части указывают на то, что вот в этой области находится реально объем на покупку. Вот в этой области на покупку. Это хорошо. И слабость она себя просто проявила. Знаешь, это как взять и сдать кого-то. Кто-то где-то прячется. Ты это видишь. Он просит тебя не говорить. А объем такой. Да нет. Я вам скажу. Это движение на понижение. Оно слабое. Мы ему говорим спасибо. Заходим в рынок. И получаем вот такое вот движение на повышение. 50 баксов ставил чисто. Исходя из того, что здесь очень высокая волатильность. И вероятность откатного движения. Вернее пробития еще ниже. Она сохранялась. Сейчас же уже все понятно. Рывок еще выше на повышение. Все как бы супер. 20 секунд. Давайте до завершения. Так. Да. Видос будет достаточно интересен. Реалия. Реалия. Их реально. Реально реалия. Тавтология. Один корень. Ладно. Давайте здесь плюс. Я говорю вам о том, что найти такой контент. Вот с таким разбором. Такой длительности. Ну, мне кажется, достаточно сложно. Слушайте. Так. Давайте сразу. Общее движение на понижение. Здесь у меня. Раз. Ключевая остановка. Два. Была попытка пройти выше. По итогу объема искушался. Происходит движение на понижение. Локальная область. Здесь остановка происходит. Движение вниз. Объем сильный. Только нарастает движение вниз. Только оно нарастает. Поэтому GBPUSD. Мы верим в это движение вниз. Давайте попробуем поверить в то, что мой продавец захочет прийти вот к этой области. Объясняю. Смотри. Прямо сейчас моя цена не находится у ключевой области, где происходило уже отторжение, остановка. Объем на продажу есть. Общее движение вниз. Потенциал на понижение. Объем растет на продажу. То есть сильное движение вниз. Небольшой момент компенсации. Он у меня может происходить сейчас в моменте времени. Но дальше будем с вами следить. Дальше мой текущий объем. Он может успеть набиться плюс-минус до этой области. По итогу будет движение вниз. Сейчас идет просто-напросто борьба внутри свечи. Компенсация за счет большого движения на понижение. Плюс большой объем. Покупатель у меня выкупает это движение. На понижение хотя бы часть. Он должен выкупить. Но по итогу, опять же, давайте смотреть на график. Здесь у нас есть цель, к которой мы потенциально будем стремиться. Вот цель ближайшая. Если мы уберем данную остановку, нам также есть куда идти. Это прекрасно видно. Видно, видно. Смотрим сюда. Ну, в принципе, все нормально. Все хорошо. Здесь также соточка у меня уже залетает, как в первом случае. Второй случай 50 баксов. Но там реально сумасшедшая была волатильность. Пацаны, там волатильность большая. С большой волатильностью не играйте в игры. Она может вас реально выбить вообще в самый последний момент. На это никому не нужно. Здесь по свечному анализу. Хорошие свечи на понижение. Все классно. Объем достаточно плотно у нас идет. Понятно, что это был взрывной объем на понижение. Смотрим, как закрывается данный объем. 20 секунд до завершения. Ну, достаточно неплохо. Слушайте. Ну, здесь у нас 2 минуты еще. Поэтому не будем забегать наперед. В нижней части, посмотри, накапливается объем. То есть цена пытается всеми правдами и неправдами пройти еще ниже. Плотный объем. Если бы он был у меня в 2 раза меньше, я бы вообще не верил. Дальнейшее движение на понижение. Но так он плюс-минус находится плотно. Друг к другу. Вот так вот. Плотно. Открытие свечки в рывок на повышение. Это абсолютно ничего нам сейчас такого не говорит. Важного. Это просто, опять же, момент компенсации на открытии после сильного движения до этого. Вы также можете посмотреть, что здесь была попытка пройти выше на USDGPY. Но по итогу ничего у них не вышло. Здесь сопротивление сразу присутствует. Для меня здесь ключевое, чтобы в ближайшую минуту сразу произошла реакция в сторону вниз. То есть уже от этой локальной остановки, где у меня цена находится прямо сейчас. Здесь у меня ключевой остановки не наблюдалось. Наоборот, есть две области, которым потенциально GBPUSD может прийти. Но фаза отката. Это реально. Я показываю все, как происходит на самом деле. И сейчас я попадаю на откатное движение. Здесь я ставлю 2 минуты, чтобы словить по итогу импульс. Смотрю сюда. Накапливается объем. Хорошо. Звоночек у меня поступает. Абсолютно не вовремя. Поэтому просто сбрасываем. Ну а что вы хотели? Это реальная торговля. Поэтому как-то так. Как-то так. Кто мне там звонил? Вот представь. Что там срочное? Ты представь. Даже не буду вырезать это из видео. Вот представь. Записываешь. Стараешься все объяснять. Тебе так звоночек ляпс. И поступает. Ладно, ребята. Еще раз. Здесь вход на понижение. Вот. Цель. Цель у меня находится здесь. Откатное движение. Да. Произошло у меня до области скопления. Компенсация. Этот момент. Он присутствует. Нужно смотреть правде в глаза. Я показываю вам реаль. Это третий вход в рынок. Просто все подряд я разбираю для вас. Почему он произошел? Ну в моменте времени. Давайте посмотрим на итог. Я думаю все вопросы у вас отпадут. Движение в противоположную сторону. Точки вашего открытия. Это абсолютная норма. Вот кто с этим не сталкивался. Я думаю, что таких людей просто-напросто нет. Потому что у всех в торговле такое происходит. Ты открылся. Все правильно проанализировал. Но компенсация. Рывок на повышение. Она может произойти. От нее ты никуда не денешься. Здесь снова движение на понижение. Включается объем на покупку. То есть здесь условная остановка в этой части графика сыграла минимальную роль. На то, чтобы задержать здесь компенсацию. Это не слом тенденции. Ни в коем случае. Ну вот. Ни в коем случае. Я думаю, это движение ставит определенную точку в том, что компенсация, как говорится, на этом закончена. 5, 4, 3, 2, 1. Третий вход в рынок. Здесь у нас плюс. Использовал дополнительный вход. Но зато полностью, полностью живая торговля. Отработал я вход в рынок. Подряд третья валютная пара. Идем дальше. Так. ГБП, GPI. Здесь вообще адища происходит. Посмотри. Область сопротивления. Область поддержки. Раз. Она была пробита. Два. Так. Давайте ставить. Раз. Два. Дальше. Масштабируем. До этого там также был анализ. Но это уже, я думаю, несколько дней назад. Что происходит здесь? Свечание определенности указывает на слабость движения напряжения. На понижение. Объем закончился. Новая свеча. Движение на повышение. В какую сторону мы с вами будем рассматривать вход? По общему движению и потому, что моя цена придет тестировать крайнюю границу? Я думаю, что да. Я думаю, что да. Объем на продажу также набивается. Поэтому давай ГБП, GPI. 78% на понижение. Сделка открыта. Теперь давайте к сути. Ты же сказал, дед, что здесь неопределенность, свеча, пин-бары, все дела. И движение на повышение происходит. Происходит. Сейчас, да. Но вот этот объем здесь присутствует? Присутствует. Здесь ключевая остановка есть. Пацаны, конечно, есть. Общее движение на понижение. Потенциал на понижение. То есть сейчас происходит просто фаза компенсации, что является по сути абсолютной нормой при резком движении в одну из сторон. По объемам я бы не сказал, что здесь наступил конец света, но откат происходит. Это факт. Давайте за ним следить, смотреть. А вот уже не происходит. Ну, достаточно неплохо. И пошло по потенциалу. Вот ты видишь, как оно все происходит. Самое главное, это опять же подобрать правильный момент для входа. Ты в 95% случаев, если ты анализируешь так, как я в своих видео, то есть используешь базовый технический анализ, объемы. Твой анализ в общем и целом, он верный. Но тут основное, это понять, будет ли продолжаться у тебя откатное движение. В данном случае оно у меня продолжалось бы. Но в моменте времени у меня сыграло роль то, что здесь ключевая остановка обладала большим количеством объема на продажу. Общее движение хорошее на понижение. И вот снова подход к локальной области поддержки, где у меня не будет происходить тестирование. И возможно сейчас у меня снова появится объем на покупку. Но по сути, мне уже будет все равно. Если это будет просто коррекционный откат от области скопления, мне будет все равно. Видишь сразу, как зашевелился. Пытаются выкупить покупателя движение вниз, но в честной, я думаю, абсолютной борьбе пока что побеждает продавец. Ну и нам это целиком и полностью подходит. Всегда взвешивай все аргументы за и против. За на понижение, против на понижение, на повышение одно и то же. Сам задавай себе вопросы, зачем, почему, для чего ты заходишь вверх либо вниз. И если аргументов у тебя будет недостаточно, то просто бросай это дело и все. Здесь у меня аргументов хватило. Все на понижение, объемы есть. В нижней части также у меня все присутствует. То есть GBP, GPI, вход на понижение. Здесь абсолютно все обосновано. Знаешь со всех сторон. Ну и 40 секунд до завершения. Рывок у меня тут происходит. Это реакция у меня происходит в принципе, как она у меня уже здесь была. Смотри, здесь находится объем на покупку. Сразу реакция на повышение. Для меня это сейчас не критично. Но просто запомните, что даже такие минимальные, казалось бы, остановки, но они обладают объемом и стреляют выше. Ну, то есть в моем случае в противоположную сторону от направления моего входа. Ну, 10 секунд до завершения. Четвертая валютная пара, GBP, GPI. Ну что, встречаем с вами очередной плюс. Я думаю, что важно наблюдать за тем, как подряд можно совершать входы в рынок. Входы, входы. Так, здесь, здесь я уже что-то, видимо, анализировал по общему движению. Так, а что по итогу? Так, ну вы это обязаны просто видеть, как так произошло, что на балансе уже 24682. Это валютная пара OutUSD. Здесь шел максимально жесточайший разбор. Это была просто максимально жирная ситуация, в которой я понервничал парни, помотюкался. Поэтому именно данные сделки, сопровождение, то, как я ее сопровождал, я не буду вставлять видос, но я показал вам именно очень плотно концовочку, чтобы вы понимали, откуда на балансе эта сумма. Я не просто так что-то пополнил. Это было жестко. Жестко в плане комментариев. Чуть-чуть, знаешь, когда эмоции за край бьют. Такое бывает все мы люди, но как? Очередной плюс. Очень жирный плюс, слушайте. Очень жирный плюс. Это пятый плюс подряд. Специально не вырезаю, потому что потом будет. Откуда у тебя на балансе? Вдруг ты пополнил себе счет. Не так все это, ребята, работает. Абсолютно не так все это работает. Так, это, пожалуйста, убери. Евро GPI. Евро GPI. Мы идем с вами дальше. На понижение. Вот каждый раз в торговле, ты понимаешь, включаю видео, думаю, так, ну все, просто будем с вами смотреть, анализировать. Спокойно, спокойно. А потом раз ситуация. Думаешь, так, есть плюс. Потом рывок еще выше. Думаешь, нет, нужно больше, нужно больше. А потом резко вниз, и что-то по плану, не по плану. Ну, в общем, тусовка очень лютая происходит. Ребята, такое бывает в живой торговле. Это абсолютная норма. Так, область сопротивления. Движение на понижение. Объем внутри у меня присутствует. Здесь откат у меня произошел. Достаточно крупный. Волатильность повышена. Поэтому я ожидаю отката плюс-минус к данной области. То есть, в принципе, я ожидаю откат не к этой области. Мне все равно, куда произойдет откат. По большому счету, главное, чтобы цена не пошла у меня выше и не зафиксировалась, и не захотела идти у меня плюс-минус к данной локальной области сопротивления. Вот это точно бы не хотелось увидеть. Особенно после вот этой прибыли. Но так оно и происходит. Многие люди там, когда я поставил 40 тысяч долларов на вывод, писали, что какие суммы, какие суммы, нифига себе. Пацаны, это все происходит с повышенными рисками. Давайте смотреть правде в глаза. Там пропадает money management, risk management. Ты уже рискуешь реально практически всей суммой на своем балансе. Риск, соотношение должен быть. Вот прибыль с риском. Риск, прибыль. Вот это вот все. В моем случае это оправдано, но просто вставлять на видос там, где я достаточно эмоционально высказываюсь по outUSD. Ну смысла нет. Но показать вам, что это реально прибыль именно с валютной пары, это просто обязательно. Это просто must have. Так. Здесь абсолютно базовый, стандартный вход на понижение, как в принципе до этого все себя отрабатывало. Слушайте. Ну вот. Это база. Это просто база. Даже не знаю, что здесь комментировать для вас. Что здесь можно... Над чем сделать акцент. Ну вот откат произошел на предыдущей свечке. Есть тень в верхней части. Внутри свечи объема много на продажу. Вот вам и происходит движение вниз. Кстати, сейчас движение вверх. Что он хочет? Кто мне скажет, ребята? Движение на повышение. Да все. По-хорошему уже можно и выключать запись. Заработал же. Ну нет. Давайте с вами, конечно, смотреть. Тут задача была не заработать, но получилось так, что и заработал. А показать вам именно разборы. Не особо эмоционально желательно. Ну давай. Цена. Ты находишься у меня в области. Правильно? Правильно. Откуда в тебе есть сила по такому объему пройти еще выше минуты до завершения? Абсолютно я этого не вижу. Вижу максимум. Это остановка. Моменты накопления объема. Вот такими вот свечами неопределенности, как здесь. Да и по итогу на этом все. Смотрим. Смотрим. Ну заход происходит. Ты понимаешь, не отпускает. Видимо, хочет повторения с OutUSD сейчас. Куда? Зачем? Тебя там не ждут на понижение. Почему? Потому что это ложное пробитие. У меня сразу выскочил объем на продажу. Когда у тебя происходит ложное пробитие, ты должен понимать, что это ложное пробитие будет отработано с компенсацией в противоположную сторону в самое ближайшее вот, пожалуйста, время. В самое ближайшее. Именно поэтому здесь вход на понижение ставлю 300 долларов для того, чтобы отработать именно момент компенсации. После ложного пробития он обычно происходит сразу и скорее всего он происходит быстро. То есть цена может надолго не задержаться и быть в зоне такой, знаешь, накопления то вверх, то вниз. Ты будешь входить в рынок и ловить как раз те моменты, где хвостик свечи будет заходить за точку твоего открытия. Ты будешь получать минус. Поэтому вход на одну минуту все обдумано, взвешено на все 100%. Так, здесь мы встречаем уверенный плюс, хорошее откатное движение. Все, как я и сказал. На минутку одну, на одну минуту специально. Все, плюс. Замечательно. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Дальше. USDCAD. USDCAD. Ну что, откат произошел. Здесь ключевая зона. Вообще было плевать на нее. Здесь она находится выше. Цена у меня идет в коробке. То есть здесь просто боковое движение. Ключевая точка остановки. Вот цена находится здесь. Объем крупный. Объем меньше. Объем еще меньше. Ну такое, слушайте. Ну такое. Все меньше и меньше. Ну ниже есть еще область. Зайти ниже сможет. USDCAD. Если захочет. Так, USDCAD. А захочешь ли ты у меня? Да ты уже у меня зашла. Слушайте. Заходишь, заходишь. Вижу. Вижу объем на покупку. На покупку и открываюсь. То есть это можно здесь убрать. У меня вот такой вот потенциал. Ключевые. Ключевые новости. Ты что делаешь? Ну, отработка новости происходит. Хотя разница здесь невысокая. Движение вниз. Вот только здесь появляется объем. То есть вот это теперь область для меня ключевая. Это новостное движение. Я открылся. У меня произошел просто обвал в противоположную сторону. Новость отработала себя следующим образом. Именно поэтому я часто говорю не торгуйте. Не торгуйте на новостях. Здесь я просто нахожу объем и вход на повышение. Объем стрельнул. Поэтому вход на повышение. Ну, вот так вот с новостями бывают такие отработки, где ты вынужден использовать дополнительный вход. Думаю ли я, что здесь может произойти пробитие у меня самой нижней области? Нет. Самой нижней области нет. Просто в моменте времени мне нужно было найти схватиться за объем на покупку, что я и сделал. И движение на повышение. Вот это то, что доктор прописал. Посмотрите на объем, который появляется на покупку. Очень плотный. То есть вот это движение на понижение новостное, оно выкупается моим покупателям. Здесь я открылся на самом минимуме. Просто изначально технический анализ тебе говорил о том, что все будет хорошо, но во время выхода новости пробиваются любые уровни, которые ты обозначишь на графике. И такая, казалось бы, незначительная новость, но именно в паре с КАД, с канадским долларом, она себя отыграла достаточно плотно. Но это факты. Смотрите, какой обвал у меня произошел. Но здесь очень плотный объем на повышение, поэтому по итогу здесь, конечно, будет плюс. Вот реакция ниже уже. У меня пройти цена не может. Новость себя отработала, обозначила мне новостной минимум, от которого здесь мы уже с вами будем плясать. Плясать будем или не будем? Что будем с вами делать? Это какой вход в рынок? Седьмой вход в рынок. Чем больше, тем лучше. можно рассмотреть, особенно, знаешь, когда подряд, не выбирая, отрабатывать моменты, которые и понятны, и непонятны, и достаточно простые, и с перекрытиями. Это же все вообще прекрасно. Особенно для вас, для зрителей. Вы наблюдаете, как все это происходит в реальности, как я, собеседителя, все это делаю. Вы видите, я вам не кричу там эгэгэй, вступай ко мне в закрытую группу, заработаешь миллион долларов США. Нет, не говорю. Можно все делать и самому. Главное, использовать то, что реально работает. Ну что, первую мне в плюсом, скорее всего, не отдаст. За 20 секунд новостной минимум у меня здесь присутствует. Объемы на покупку внутри также есть. В любом случае, в сделке здесь минуту нам нужно дождаться, чтобы получить уже такой хороший, уверенный плюс. Ну, давай еще чуть-чуть. Да ты что, можно было сразу два забирать. Но тут все в порядке. Тут чисто новость. Слом тенденции произошел. окей, произошел. Я все прочитал, нашел объем, нашел этот минимум. Я понимал, что у меня ни в коем случае не будет пробита крайняя граница. Поэтому здесь все максимально спокойно. И 20 секунд до завершения. USDCAD, пацаны. Как вам видосик? Пишите комментосы. Там, SmokeFX тащит. Просто там, отец. Отец. Здоровый, отец. Вот что-то такое. Рубаните в комментосах за реальную торговлю. Прикинь. Не подборочку вам там чистых плюсиков. А показываю, как это все может происходить и в вашей торговле так же. 7 плюсов в ряд. Отлично. Идем дальше. USDCHF. Раз. Два. Общее на понижение. Максимумы на понижение. Большая. Большая тень. Тень большая, но ключевая остановка есть. Есть. Объемы дохренища на продажу. USDCHF. Еще раз. Дайте объемы. Есть объем. USDCHF. Есть объем на продажу. Смотрим. 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 Рывок. Еще объема дайте. Хорошо. Ты можешь происходить. Еще объем дайте. На продажу мне. На продажу дайте мне. Объема. С объемом будет очень хорошо. А вот это вот мотив шансона. Шансон. Как солнце бьет мне в лицо. Парам-пам. Да. Можно было становиться исполнителем шансона. Я не искал бы эти объема. Объем там у меня тоже вылез. Поэтому раз. Два. На понижение. Чтобы был у меня синхрон. Цена может заходить у меня еще выше. Как думаете сколько перекрытий максимально я могу здесь использовать. Ну огромнейшая просто. Волатильность не в оправдании будет сказано. Просто по факту. Слишком она здесь высокая. То есть ложные пробития. Это здесь обязательное условие. Знаешь. По-другому здесь свечи не формируются. Рывок происходит. Я нахожу скопление сопротивления. То есть на продажу. От областей по общему движению. Опять же здесь вход. Низбухты-барахты. Хорошо. CHF пытается все это выкупить. И достаточно кстати неплохо. Смотри. Огромнейшая просто свеча. После новостей. После новостей. Это реально очень важно. До скопления ты дошла. Вот скопление. Как ты пытаешься идти выше. Ложным пробитием. До самого максимума. Хорошо парни. Давайте это я оставляю. Просто чтобы было понятно. Уже все здесь. Вот. Вот так вот. Чтобы было все понятно. Как это происходит. Когда у тебя идет ложное пробитие. Новостное. После выхода. Новостей. Где у меня есть сопротивление. На продажу. С тем учетом. Что это видео должно было быть. Просто максимально. Такое спокойное. Ну хорошо. Ты пошла против меня. Сейчас я заработаю. На моменте компенсации. После этого взрыва. На повышение. Который. Этот взрыв. Не подкрепляет. Объем в нижней части графика. Ну хорошо. 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 Посмотрим. Сколько на балансе будет. Ну а как. Раз. Уже пошла. Такая вечеринка. Нужно ее. Уверенно заканчивать. Объемы. Есть. Есть. Хорошо. Набивается. Цена у меня пробила. Скопление объемов. То есть. На уверенной ноте прошла. Возможно. Просто в моменте времени. Здесь не оказалось продавца. Кто бы хотел взять. И продать это движение. На повышение. Поэтому цена зашла. У меня. Достаточно высоко. Изначально. Здесь вход на понижение. Сразу. Сразу. На тестирование. И обновление минимума. То есть. Все в ту сторону. Но точно не на повышение. Но сейчас. У меня произошло. Знаешь. Такое. Сломление. Тенденции. Вниз. Общие. Пробитие. Опять же. С чем это связано. Вы должны понимать. Во-первых. Новостной фон. Как ни крути. Влияет. Во-вторых. Здесь. Огромная волатильность. Поэтому. Пробитие. Там произошло. Давайте следить. На компенсации. Будем с вами зарабатывать. Правильно. Правильно. Вот. Это уже в нужную сторону. Хорошо. Ну вот. Плюс-минус. Ситуация была. И на OutUSD. Но только. Я там еще. Немножечко. Ругался. Ну. Совсем. Чуть-чуть. Немного. Из-за того. Что. Волатильность. То здесь. Тоже. Немаленькая. Да. Обратите внимание. На эти тени. Тени. Очень. Серьезные. Так. Где она у меня. USDCHF. Ну. Вот. Все. Откат. Все. Классно. Но многие бы слили здесь. Все. Именно на этом движении. На повышение. Почему? Да. Потому что. Использовали бы. Перекрытие. На абсолютно каждом движении. Вверх. Найди. Область. Посмотри на объемы. Используй вход в рынок. Только в моменте. Когда у тебя накопился. Хороший объем. На продаже. Вот. Этот момент. Он реально может привести. К прибыли. Если ты заходишь в рынок. Без объема. Нормального супа. С этого ты не сваришь. И сейчас происходит. Ванханалия. В моменте времени. Небольшой объем. На покупку. Он вернул цену. К точке моего. Открытия. На самом максимуме. По факту. Я его использовал. Я его использовал. Слишком большое время. Для входа было. Слушайте. Возможно. Отработка. Две минуты. Постфактум. Легко. Конечно. Говорить. Но. Отработка. Компенсация. Она происходит сразу. И в основном. Быстро. Я про это уже. По-моему. Говорил. До этого. Ну. Да. Бывают в жизни. Огорчения. Хлеба нет. Но есть печенье. Печенье. Сегодня у нас. Это. USDCHF. Прекрасно. Помню. Свой баланс. Изначально. И. Вот. Такой. Вот. Баланс. Сейчас. Ну. Что. Дорогие. Мои. Зрители. Восемь. Валютных. Пар. Хорошо. Но. Мы. Закроем. Здесь. Конечно. Ну. Давайте. Может. Не на этом. Движение. Хотя. Я говорил. Анализировать. Давайте. Все. Подряд. Эх. Ну. Давайте. Подряд. А то. Как это. Начали. Что. Мне. Уже. Пропускать. Пару. Нет. Движение. На понижение. Новостное. Также. Минимум. Минимум. Здесь. И. Насколько. Хватит. Этого. Новостного. Движения. Вот. Скажите. Мне. Зачем. Их. Отторговывать. Просто. Показываю. Для вас. Чисто. Парни. Насколько. Его. Хватит. Хватит. Я думаю. Ну. Ниже пойдет. Сейчас. Объясню. Почему. Не просто. Так. Я это говорю. А я вам. Объясню. Почему. Конечно. Мы меняем. На соточку. На понижение. Слушайте. Это. Достаточно. Интересно. Смотрите. Как это происходит. Обычно. При новостных движениях. После новостного движения. У тебя присутствует. Своеобразный шлейф. Да. Даже. В моменте компенсации. В противоположную сторону. Оно может дойти до 70%. По итогу. У тебя присутствует. Шлейф на понижение. Как ни крути. И он все время. Будет вклиниваться. В новую свечку. Поэтому. Даже. Сейчас. И произойдет. Компенсация. На повышение. Здесь. Вход на понижение. Так. Новостная. Вот. Эта свеча. Она оставляет. Знаешь. Такой. Общий настрой. Все. Эту свечу. Увидели. В моменте. Времени. Вот. Этот. Откат. Произошел. Произошел. Супер. Ставим галочку. Все работает. Как и должно работать. По техническому анализу. Но здесь. Это большая свеча. И достаточно плотный объем. В нижней части графика. Они указывают. На то. Да. Да. Блин. Здесь. Действительно. Есть. Вот. Этот. Шлейф. От новостной свечки. В сторону. Вниз. Объемы внутри свечи. Если этот объем у нас с вами будет накапливаться. То мы с вами будем использовать дополнительный вход от скопления. От скопления объема. Пока что мы с вами ничего не предпринимаем. Просто наблюдаем за поведением цены. Так. Девятый вход в рынок. Ребята. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Девятый вход. Все. Видели. А вот USD. Не увидите. Потому что там даже ставки быть не может. Там слишком. Слишком. Вырвались мои эмоции. Потому что и так суммы в последнее время просто поражают. Крайне. Это сорок тысяч долларов на вывод. В любом же случае. Знаешь. Какой бы ты стойкий не был. Это очень большие деньги. Я уверен. Что для долларовых миллионеров. Это не для тех. У кого есть один миллион долларов. Это не долларовый миллионер. Это чисто на бумаге. А для тех. У кого их десятки. Там сотни. Даже для них. Я более чем уверен. Там. Сорок тысяч долларов. Это значимая сумма. Причем значимая. Прям. Прям. Не хотелось бы ее терять. И вот. У меня крайний вывод. Сорокет. Сегодня 32 500. Я же это не придумываю. Правильно. Правильно. Идет просто отработка по тех анализу. Плюс вы мне сами все писали. Я же ничего не придумываю. Вот. Пожалуйста. Комментоз. Твой процесс торговли на час. Без проблем. И от вас тут уже больше тысячи реакций. И вот такое движение на понижение у нас происходит. Отлично. А вот GPI. Ты молодец. Вы попробуйте. Вот так вот час еще просидеть. Пропялиться в монитор. Без перерыва. Так себе. Удовольствие. Ну. А что? А что тут делать? Если снова плюс. Бомба. Девятый. Девятый по счету. Девятая валютная пара. И мы получаем плюс. Шлейф от новостной свечи. Формулировка божественна. Но пацаны. Я объясняю как я умею. Я не профессиональный трейдер. Если кто-то вдруг не знал. Я не заканчивал там курсы какие-то. У меня нет диплома. Все это. Это для людей в рубашках. С галстуком. Которые продают курсы за 250 долларов. Где 5 видео. Просто вдумайтесь. Я писал об этом к себе в телеграм. Просто. Ну. Я удаляю крайние посты всегда. Чтобы здесь спама не было. 250 долларов стоит 5 видосов. Вы вот представьте. Это продают профессионалы. Я не профессионал. Может поэтому у меня все бесплатно. Весь материал. Да. Но как-то не нуждаюсь в продаже курсов. В продаже курсов. Представьте. Как интересно получилось. NZD USD. Абсолютно похожая ситуация. Как и на AUGPI. Так. Область сопротивления. От области движения на понижение. Также движение это новостное. Пробитие локальной остановки. Раз. Пробитие локальной остановки. Два. И вот сейчас момент компенсации. Но очень плотный объем. Очень плотный. Это нельзя сказать. Что он идет на жесткий спад. Он все равно остается плотный. Сильный объем. NZD USD OTC. Пацаны. Не могу отработать. Нет валютной пары. Нет такой валютной пары. Я бы заходил на понижение. От локальной области. При том. Что здесь у меня будет объем на понижение. Так. Евро. ГБП. Давайте смотреть. Чтобы. Чтобы что. Чтобы здесь и процент был хороший. Вот процент есть. Так. Хорошо. Один час. Идентично. Все. Обновление всего здесь происходит. Жирный объем. Открытие. Свечи. При откате. В противоположную сторону. Евро. ГБП. На повышение. Можем с вами рассматривать. Ставлю сумму на всякий случай сразу. Так. Здесь общее движение. На повышение. Все локальные области у меня пробивались. Посмотрите. Пробитие. За пробитие. От этой области движение на повышение. Снова пробитие. Снова обновление максимума. При откатном движении. Но здесь больше информации на часовом таймфрейме. Смотрите. Ну здесь эти стрелки отображаются не так красиво. Здесь открытие часа. И на открытии часа у тебя и формируется основной. Знаешь такой вектор. По которому вы будете двигаться. Здесь у меня вектор на повышение. Поэтому вход на повышение. Даже с тем что сейчас у нас фаза небольшого отката. Это все равно фаза. Она по итогу придет к тому что будет движение на повышение. Е фаза отката. Объем на понижение в 5 минутки. Объем не подкрепляет движение на повышение. Но судя по часовому графику. Это движение вверх оно будет происходить. Опять же. Там задан уже вектор. Вектор в сторону вверх. Раз он в сторону вверх. Вот все эти мимолетные откаты. Ну плюс-минус вот до этой области. Уже поддержки может произойти откат. Это максимум. Дальше. Объем находишь. По общему движению. По потенциалу. Ты входишь в рынок. Обычно в такие моменты. Самое странное. Это то как себя реально отрабатывает объем в нижней части. Ты смотришь на дивергенцию. Она себя сразу не отрабатывает. И может идти еще 3-4 свечки. Там до хренища она может еще пройти. Так. 91% на выплату. Нормально. Жирненько. Так. Что у нас по объему? В какую сторону? На повышение. Снова идет. Да. На повышение. И вот смотри. Опять же. Парадокс. На понижение. А цена придет на повышение. Не отрабатываю на понижение. Потому что. Здесь больше в сторону вверх. Чем в сторону вниз. Вот. Если бы было голосование. Я бы проголосовал сразу за вход. По потенциалу. При том что. При этом. При том что я увидел. Часовой таймфрейм. Там же прям просто жирок. Там просто жирок. Сразу вектор задан на повышение. И вот такой вот импульс произошел. Хорошо. Минута до завершения. Круто. Профессионал. 32.584.44. Хорошо. Огненно. В этом видео. Я думаю. Что вы можете сделать себе вывод. В том. Что можно стабильно. Спокойно. Зарабатывать. Как я это сделал. Ну. К примеру. В анализе. Например. Первых двух валютных пар. Спокойно. Все четко. Дальше. Пошли волатильные валютные пары. Ок. Я принял. За основу идею. Отрабатывать все подряд. Видео должно у меня получиться. Плюс-минус на час. Желательно сделать плюс-минус 10 в ходовый рынок. Но я не планировал абсолютно многократно увеличивать себе депозит. Ну или просто кратно. Так. Давайте здесь. У меня уже прям отек шеи. Ты понимаешь. Вот смотришь в этот экран. На месте сидишь. Евро. ГБП. Давайте мы с вами встретим. И я буду не просто говорить. Все. Всем пока. Мы подведем с вами итог. Реально. Плюс. Итак. 10 валютных пар. Финансовый рынок. Анализ. Сопровождение. Вход. Заработки. Вы все видели. Ну. Кроме одной валютной пары. Ну. Заработок был там. Все классно. Не будем на этом сильно зацикливаться. Иногда. Да. Иногда приходится немножечко понервничать. Что-то выкрикнуть. Ну. А как. Ребят. Мы все люди. Главное справляться со своим внутренним возбуждением. И не делать неосознанных действий в торговле. Если я использовал вход в рынок от областей с объемами. С процентным соотношением внутри свечи. То кто-то бы просто клацал бы на кнопку вверх-вниз. Это не так работает. По итогу. Давайте еще раз по быстренькому пробежимся. Евро USD и USD GPI. Это максимальный. Знаешь. Такой пример. Простой. Хорошей торговли. Уверенной. Все классно. И дальше у нас волатильность повышалась. Повышалась. Здесь она была на максимум. По итогу была отработана. Вы должны сделать вывод о том. Что вы можете самостоятельно вести свою торговлю. Спокойно и без рисков. При этом здесь достаточно уверенно зарабатывать. И в обратном случае. Вы можете здесь повышать свои риски. Как это делал я на некоторых валютных парах. По итогу вы будете иметь значительно больше денег. Но при этом вероятность того, что что-то пойдет не по плану. У вас также многократно возрастает. Тут уже каждый сам для себя принимает решение. Что он хочет. В моем случае. С тем учетом. Что за все время. Я заинвестировал сюда. Три с половиной тысячи долларов. Ну а вытянул я отсюда. Получается в сотню. Ну плюс минус. Ну вы поняли. Многократно. Многократно больше. Я каждый раз торгую на те деньги. Которые я заработал. У меня здесь это уже стоит на потоке. Вы видели все мои выводы. Я вам все показывал. В моем случае. Соотношение риск прибыль. Они оправданы. Поэтому. Вот в вашем случае. Вы сами для себя должны решить. Что для вас под номером один. Зарабатывать умеренно. Но в то же время спокойно. Либо рисковать. И зарабатывать много. Я не буду строить знаешь. Из себя такого. Что я всегда риск money management 5%. В моем случае. Я отхожу от этого стандарта. Но я на этот график. Смотрю больше на этот график. Больше чем 10 лет. Поэтому я понимаю. Что может произойти. В этом видео. Вы все увидели. Вы увидели. Вход. Отработку. Перекрытие. Сопровождение. Что у меня в голове. Вы поняли. В моменты. Когда я использую перекрытие. На что я обращаю свое внимание. Это здесь играет самую. Самую. Такую. Ключевую роль. Насчет закрытого сообщества. Ребята. Ссылка в описании. Если вы еще не тут. То залетаете. Здесь огромнейшее количество. Вот таких вот подобных. Торговых прогнозов. С полной аналитикой. Все классно. По сегодняшнему. Видосику. Видосику. Входишь. Перекрываешь. Так. Это безумно полезно. Для начинающих. Показать весь процесс. Изнутри. Ну что. Вроде как. Изнутри. Я вам и показал. Где. Возможно. Где-то. Переживал. Где-то. Перенервничал. Хотя. Знаешь. Опять же. За собой. Я. Я это не замечаю. Реально. Не замечаю. Потому что. Оно уже отработано. На 100%. То есть. Какие нервы. Нервы в чем. В том. Что. Те деньги. Которые я увеличил. Уже просто. В десятки. В сотни. Тысячи раз. Изначально. В моменте времени. На моем балансе. Они могут уменьшиться. А по итогу. Они уйдут. Снова. В положительную зону. В моем случае. Оно просто так и происходит. Поэтому. Делайте выводы. Смотрите. Все мои видосы. Особенно. Часовые. Вот как это. Вы его посмотрели. Скиньте кентухи своему. Который вам. Например. Говорит о том. Что на финансовом рынке. Нет тех. Кто зарабатывает. Ну скиньте ему. Скажи. Ну а как он это сделал. Как он сделал. 10 входов в рынок. Заработал. Объяснил. С техническим анализом. Не по боту. Не по хелперу. А сам. 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 Он все сделал. Ну вот. Обычно. В такие ситуации. Знаешь. Люди. Они чуть-чуть теряются. Потому что. Они смотрят. Что стоп. Реально. Час видос. Торговля. Показывает. Все результаты. Свою логику. Объясняет. И при этом. Он не продает курсы. Знаешь. Что типа. Хочешь так же. Смотри мои курсы. Нет. Просто смотри видосы на ютуб. Мне. Извините меня. Здесь мой интерес. Он минимальный. Да. То есть. Собрать здравых. Подписчиков. Вот это было бы неплохо. Поэтому. С каждого здравого. Подписчика. Друзья. Ребята. Мои любимые. Поднавалите сюда. Лайкосов. Обязательно. Напишите. Комментоз. Вот. Кто досмотрел. До этого. Моего призыва. Здесь будет. Давайте. Кодовое слово. Чтобы я сразу. Отличал. Тех. Кто досмотрел. А тех. Кто просто. 10 минут. Глянул. Евро. Юсд. Юсд. Джипя. И все. Такой. Написал. Дед. Красава. И все. Нет. Вы напишите. Не дед. Потому что. Все пишут. Дед. Вы напишите. Отец. Здоровый. Отец. Вот так. Вот. Ну. Вы поняли. Прикольчик. Маленький. Чтобы была. Такая. Своя фишечка. Я пойму. Что вы смотрели. Куда ты убежала. Абсолютно. Все. Это будет. Очень грамотно. С точки зрения. Что. Реальное. Будет. Понимание. Какое. Количество. Людей. Это посмотрит. Я более чем уверен. Что максимум. Максимум. До 1%. Они сделают. Выводы. С моих. Входов в рынок. Они запомнят. Как это все отрабатывает. И будет использовать. Будут. Или будете использовать. В своей торговле. Поэтому. Ребята. Ответ. На вопрос. Как прийти. К финансовой. Независимости. Он прост. Работайте головой. Используйте. Технический анализ. На финансовом рынке. Как я. В этом видео. И все. Будет хорошо. Но с рисками. Будьте поаккуратнее. Так. Ссылки на вступление в группу. В описании. Под. Airpod. Под видео. Кто хочет. Вступай. Но знай сразу. Что это не кнопка бабло. Чтобы вы не вступали. С целью. Просто взять. И заработать. Здесь. Сразу же. Миллиард. Нет. Здесь есть. Здравый. Материал. Контент. Вот здесь. Просто. Посмотри. Сколько всего. Доступно. Та ты что. Все. Давайте так. На связи был. Отец. Чтобы вы написали. Здорово. Отец. И дальше свой коммент. Посмотрим. Сколько здравых людей на канале. Все. Всех обнял. 10. Входа в рынок. 32. 775. Боже. Какая пушка. Скоро опять буду ставить на вывод. Все. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Е-бой. Е-бой.